О Микке. Сегодня он обещал прийти, но не пришел, прислал смс, что не придет. Я не знаю причин, потому что сегодня хороший, теплый, солнечный день. Ограничения такие, что можно выписать себе в интернете аттестат на перемещение, без проблем перемещаться. Выбрать там пункт помощь инвалиду, что вполне себе согласуется, и приехать помочь. Вот я сейчас думаю, нужно идти в магазин, в супермаркет, купить продукт, забрать там рядом на почте. Посылка пришла из Китая. Я думаю, идти, не идти, потому что болит колено, потому что придется тащить на себе рюкзак. Пришел бы Микка, я мог бы хотя бы без рюкзака пойти с больным коленом. И вообще, почему я именно здесь, под Страсбургом, живу? А здесь мне пришлось жить в лесу три зимы? Не по своей же воле, не потому что мне это нравится. Мне это вовсе не нравится. Живя в нормальном человеческом жилье, я бы мог писать бы картины, этюды маслом, мог бы зарабатывать деньги, мог бы ходить на курсы французского. Да вообще, много плюсов есть. Первые две зимы у меня не было просто денег, третью зиму мне не помогли с жильем. Но, может быть, где-то в другом регионе было бы полегче с этим делом. Или просто даже потеплее жить в палатке, я бы не заболел бы почечной недостаточностью. А это смертельная болезнь. Просто это медленная смерть такая, мучительная довольно-таки. И вот почему я здесь вот так упорно торчу здесь под Страсбургом? Потому что здесь рядом они. Потому что я приехал ради них. Потому что я понимал, если я поеду ради себя куда-то искать судьбу, так сказать, то я, может быть, даже не выдержу. Потому что над беженцами издеваются так, что люди с чувствительной, как сказать, Мой брат такой здоровый, он был, ну, такой, как сказать, довольно непробиваемый психологически. Он говорил, что я очень чувствительный. Меня легко обидеть. Надо мной легко издеваться. И вот я не выдерживаю, лично я не выдерживаю многих вещей. Это я кому сейчас сказал? Я сказал, в той массе микробов, которые просто хохмят над этим, макокируют. Это для них повод просто насрать на кого-то, сделать высеры. И вот действительно, когда я приехал сюда, вот эта мясорубка человеческая, она как действует? Они сразу здесь ничего не дают. И когда люди цепляются и все равно никуда не уезжают, они тогда уже в последнюю очередь дают таким людям. Ну, потому что не помирать же им этим людям здесь. Их за это ругают, так сказать, как говорят местные эти социальные работники. Ну, нас за это поругали бы там, если бы кто-то, если бы вы замерзли там на улице. То есть они видят у меня палатка и вот выживает, ну и пусть. И вот после Польши, Австрии, после того, что я там испытал, было так плохо, чисто морально, это намного тяжелее, чем физически, что сюда я приехал, я тут еще по инерции пил вино. И еще здесь я пил вино, наверное, несколько недель. Ну, и я бы не остановился, если бы не было этих детей, которые для меня были смысл моего существования вообще. Тогда, в тот момент, что я не ради себя все делал. И я бросил пить это вино, потому что эти деньги я мог тратить на них. Это евро я мог потратить на них, поэтому я не пил. Мне было жалко пить, потому что я лишал их этого евро. И сейчас весь смысл моего существования здесь, во Франции, под Страсбургом, ну, скоро, может быть, даже не в лесу. Я как-то даже надеюсь, может быть. Только потому, вот здесь, в лесу, что ко мне бы пришел Микка, и я бы с ним, как и до этого, несколько месяцев, вот он ко мне месяцев восемь приходил, каждую субботу, я с ним разговаривал о жизни, я с ним разговаривал о технике, о разных научных вещах, о всем, о чем я знаю. И я старался открыть его глаза, потому что дети как слепые котята, они как щенки, они очевидных вещей не видят, если им взрослый не скажет. Так устроен мир, что кто-то должен быть наставник, поводырь по жизни. Если родители не могут этого сделать, то, значит, есть потребность во мне. И вот на этом и стоит вся, так сказать, жизнь во Вселенной. Что мы, когда отдаем, мы можем отдать только тогда, когда кто-то просит. Мы не можем отдать, когда оно никому не надо. Но когда мы отдаем, мы не лишаемся ничего, оно к нам приходит. И получается, что мы пропускаем через себя энергию. Мы оживляемся этой энергией. Я вчера видел тут кузнечика, он уже от холода, уже еле-еле ползал. Я его, чтобы сфотографировать, схватил. И он так испугался, пытался ушмыгнуть. Ну, куда он может такой полузамороженный убежать? Я его согрел в кулаке и на палец меда дал ему. И он, когда этот мед почувствовал, он начал есть, он страх потерял. Я отпустил его, он на моем пальце уже лазил и кушал этот мед. Это я об энергии. То, что когда нас не любят, даже если любим мы, но когда нас не любят те, кого любим мы, и когда они нас презирают, и когда они об нас ноги вытирают, то наша любовь умирает постепенно, потому что это не в наших руках. Мы не можем этим руководить. Она приходит и уходит не потому, что мы планируем, иначе была бы такая разрушающая обратная связь. Люди могли бы делать все, и в итоге они бы опять пришли к тому, что они не могут с этим совладать. Итак, мой смысл вообще здесь жизни сейчас сводится к тому, как это ни странно, чтобы Мико сюда пришел. Почему именно Мико? Ну, хоть и не старший там в семье ребенок, но он уже довольно-таки взрослый. Но у него... Во-первых, я через него познакомился с ними, со всеми в Польше. Он был тот, кто в Польше меня провожал. Никому не было дела вообще до меня. А он вышел, он меня провожал. Он поборол в себе стеснительность, стеснение. И он меня проводил, как положено, так сказать. Помахал мне рукой. И я обещал его найти и ему помочь. И с этого момента как бы вот эта программа, она заработала. То есть люди, они слишком о себе высокого мнения, что мы такие вот сложные, что нам самим себя не понять. Нет, мы очень простые. Мы биороботы. И вот так как я был не востребованной жизнью, у меня не было в Польше никого, в Австрии никого не было. И все те, кто встречались на моем пути, они просто на меня смотрели, как бы меня использовать в своих интересах. И использовал, выкинуть просто. А здесь совершенно другое. Здесь я... Здесь, во-первых, они очень нуждались, эти дети. Я в их поведении, в их глазах, в их вообще... При общении я видел как бы внутреннюю трагедию какую-то. Это, что они чувствовали себя неуверенно в этом мире. Что, может быть, несколько месяцев назад они еще чувствовали какую-то уверенность, а потом, когда они стали скитаться, когда выехали в Европу, они потеряли почву под ногами. И я понял, что им нужна помощь. Чего, как, почему... Это совершенно другое. Идет сигнал, и ты веришь этому сигналу. Этот невербальный сигнал, не в словах он выражается. И действительно, потом оказалось так, что действительно, да, им нужна очень большая помощь. Не просто финансовая. Не какая-то там... Ну, а вот именно, как сказать... Наверное, каждой семье нужна какая-то помощь в какой-то момент. А этой семье нужна помощь именно постоянная. И если сначала я, ну, какую на себя роль взял, ну, может быть, такого великовозрастного друга Микки, потом я же понял, что нельзя ему помочь, не помогая всей семье. И такая роль ко мне пришла, роль дяди. Что я стал играть роль дяди для всех этих детей. Ну, а потом ко мне пришла такая роль дедушки, поскольку я начал волей-неволей присматривать и, как сказать, поправлять и учить их отца. Потому что была такая нужда, потому что они бездарно провалили две инстанции вот эти вот по беженцам. Первую, Овпро, вторую, СНДА. Несмотря на мое предупреждение. И то, что сейчас они бедствуют уже и финансово, и над ними, как Дамоклов меч висит, все-таки высылка, теоретически, по закону, их могут в любой момент отсюда выкинуть из Франции. Тем более сейчас в свете последних событий. И несмотря на все мои усилия, потратив сотни часов, я потратил на них все свои средства. Все. Я думал сдерживаться, но невозможно сдерживаться. Ведь что такое дети? Дети – это олицетворенная вера в будущее. Это не само будущее, это вера в него. И дети, они прекрасны этим. Они просто как ангел. Но когда ребенок проявляет в себе то, что у него нет большого будущего, да, пока он еще молодой, пока он еще не взрослый человек, какое-то будущее может быть. Когда уже старик, ну какое у старика будущее? И все равно, и даже у старика может быть будущее какое-то. Вот у Ленина, например, он даже не думал, что он будет руководить революцией. За месяц не думал. А потом он стал вот в самым живым в веках там мирового значения человек, который наравне с самыми великими людьми мира. Вот такие бывают скачки иногда. Но тут мы видим, вот ребенок, маленький ребенок, ты веришь, что он станет чуть ли не президентом, чуть ли не, ну, и ты видишь, есть такие надежды. И постепенно ребенок, если он испорченный, или червоточина была в нем какая-то, непонятно, откуда это приходит, или чье-то влияние непосредственное, или заложено это при рождении, что-то там закладываются какие-то мысли, какой-то характер. И вот ты видишь, ребенок уже отсекает эти ветви будущего, и вместо этого такого прекрасного большого дерева будущего, под кроной которого мы как в убежище, и это наше общее будущее, и ты видишь, что это голый ствол, и какая-то там может быть одна веточка. И все равно, пока даже есть какая-то одна веточка, и ты помогаешь этому ребенку, может быть, все дерево это выживет. И для меня, конечно, было большое счастье, что у этих шести детей была такая потребность какой-то помощи, и я мог ее оказывать. Но я видел, что моя помощь, она не, как сказать, неэффективна, что это может быть один процент доходит, может быть, однотысячное доходит. То есть замысла, даришь ребенку смартфону, он его просто разбивает через месяц. Даришь электронную книгу, она просто ее не читает, эту электронную книгу. И так далее, так далее. Даришь то, даришь это, не используется. И, хуже того, тебя вдруг начинают считать каким-то плохим, потому что ты это делаешь. То есть, а чего, почему ты это делал? И когда находятся некие доброжелатели, которые как яд выпускают плохие слова и придумывают всякие гадости, отравляя все, что только можно, и эти люди верят вдруг почему-то. И, ну, дети, они нет, они же не думают так глубоко. Они более простые. Маленькие дети, они все, наверное, спасают. Но вот взрослый мальчик, старший мальчик, мне очень его жаль. На какой-то момент я не смог его спасти, его душу. Почему? А потому, что я не был вооружен какими доспехами против шайтана. Доспехами внешне, это, кстати, чтобы я говорил, что я мусульманин. Вот это доспех такой. Если ты говоришь, я мусульманин, ведешь себя как мусульманин, да, все это для кого-то уважение само по себе. Если ты ведешь себя лучше в сто раз, но ты не мусульманин, это выкидывается, это не нужно, это ущербное для них. Или чеченец, не чеченец. Для них это большое значение. Вот я был невооружен, у меня не было этих регалий, у меня не было прав каких-то, чтобы что-то делать. И всегда мы все понимаем постфактум, после того, как все случилось, и уже ничего не исправить. И вот последняя моя надежда была, был Мика. Потому что Мика, он честный мальчик, в нем есть что-то внутри, такое какое-то зерно, которое ничто не может подавить и уничтожить до конца. Это его тяга к честности. У него есть совесть. И я цеплялся за этого мальчика, потому что он бы спас все. Я хотел своего помощи, чтобы я через него помогал. Чтобы все мои деньги шли только через него. Чтобы он сам решал, что надо, чтобы его авторитет в семье повышался. Чтобы он брал с каждым днем на себя все больше и больше. Потому что, если отец как большой ребенок, то кто-то должен помогать. Кто-то должен брать на свои плечи ответственность. Кто-то какой-то из детей должен становиться серьезным. И вот к этому я готовился. Это было тяжелое, это для меня было тяжелое ношо, но я все равно готовился к ней и делал все, что мог. Потому что я ясно видел задачу. Вот единственная задача. Вот это ушко в этом угольном, хотя это неправильный перевод, там написано, что, а, не верблюд пройдет через угольное ушко, а и канат. Ну ладно. Факт тот, что у нас всегда мало выбора, иногда. И наших сил иногда хватает нам, не хватит на все варианты спасения, так сказать, ситуации. Вот спасение в данном случае было то, чтобы Мико приходил. И чтобы я помогал через Мико, чтобы я объяснял ему, что нужно сделать. И чтобы он в семье уже пытался все разрулить. Это был единственный вариант. Если бы я был чеченец, если бы я был мусульманем, я бы мог вмешиваться напрямую. Но у меня нет этих регалий. Видели эти чудеса людям нужны, чтобы они во что-то поверили. И вот, если на какого-то человека говорить, ты дурак, ты дурак, или ты там плохой, плохой, или что-что, а человек все последнее отдает и старается, чтобы сделать хорошо, то какая же награда для этого человека? Может быть, он скажет, а зачем же я стараюсь? Может быть, и быть мне дураком и плохим, потому что это проще всего, легче всего? Ну, нет уж, я не буду, так сказать, терять присутствие духа, я не буду, потому что я разделяю людей, конкретных людей, и Всевышнего. Мы живем ради Всевышнего, мы живем ради жизни с большой буквы, мы живем ради наших близких, и эта семья сейчас, они мои близкие. Но они сделали все для того, чтобы поставить под вопрос, что, может быть, другие люди должны стать моими близкими. И опять же, это все не зависит от меня. Я не могу решать. Я не могу. И как мы не можем сказать, мать, ты теперь там внимательен. Мы не можем выбирать родителей. Мы не можем выбирать родственников. И даже близких мы не всегда можем выбирать. До того, глубинные всякие процессы в нашей психике работают, что мы не можем выбирать. И это все само приходит. И придет вот момент, когда я уже и унижаюсь, и плачу деньги, чтобы Мика приходил, чтобы как-то, ну, они же дети все-таки еще, чтобы заинтересовать. И все-все делаю. И на раз получается, как бы, были заедания такие. Вот. Но хочется же, чтобы тебя любили. Хочется, чтобы тебя признавали. Хочется, чтобы о тебе, тоже тебя включали в свои планы. Они в моих планах моего будущего, великого. чтобы из них сделать великих людей. И это было мое будущее. А меня в их планах нету. И вот придет момент, когда я вдруг с удивлением, потому что я боюсь этого, я пойму, что я не хочу видеть Мику. Я не хочу видеть никого из них. Я хочу просто спрятаться от них, чтобы они меня не нашли. И это, и этот, когда момент этот придет, я, наверное, буду готов к этому. У меня будут силы какие-то. И у меня будут вокруг люди, которые могут стать мне близкими. Да, нужно побыть беженцем, нужно поскитаться, нужно перенести страшные вещи на грани гибели много раз, чтобы понять то, что написано в Библии. Потому что невозможно, живя нормальной человеческой жизнью, понять то, о чем написано там. Потому что там написано именно о тех вещах, которые не знает человек, который живет нормальной жизнью. Просто не знает. И он даже поверить не может, то, что он не знает. А я знаю, кстати, больше, чем вот они, мои вот эти близкие. И не потому, что я умный такой, а потому, что я много видел. я знаю, как решать эти проблемы, которые у них, которые внутри семьи, которые и внешние, и внутренние проблемы. И эти беды, они их ждут, они их поджидают, когда придет их черед. А я хочу предотвратить, и я не могу. Потому что куча этих доброжелателей в скобках, которые говорят, а он такой-то, он плохой, а он там наоборот вас погубит. Так елки-палки, судите не по словам, а по делам. Что же плохого я сделал? Хоть что-то, когда я с папой разговаривал, с их немец, он мне плохие слова там передавал, которые против меня там, по интернету к нему поступают, или где-то он там прочитал. На заборе тоже из трех букв написано, кое-что бывает. Я ему говорю, подтверди, найди пример, где я плохо поступил. Он не мог найти. Но он верит этим, потому что они предупреждают об очень страшном, о чем-то. Разуйте глаза, посмотрите на дела. Мика имел способность видеть реальность, то, что есть. И он имел способность думать. И все намного сложнее, чем я пытаюсь тут рассказать. Я не смогу экспромтам рассказать. И нету такой цели. И ведь это касается не только меня, не только моих близких, не только моих друзей, там, родственников, не только моей жизни. Это касается всех. Это у всех есть это. Такое есть. Когда один, какой-то шайтан, расшатывает вокруг себя людей, ссорит их, этих людей. И так далее, и так далее. И один человек бывает, до того сильно отравляет вокруг себя все, что он и хороших людей лишает всего. И хорошие люди кажутся, что они вот никому не нужны. И он рассыпает вокруг себя семьи, рот губит. Вот такая гниль бывает, как в центре дерева. Где-то завелась, и все дерево постепенно обрушается, все ветви. Вот. А есть наоборот человек, он как зерно. Он дал росток, и наоборот родилось, и возникло дерево такое, которое дало плоды великие и другие деревья. И вот я хотел, чтобы Мика, в Мике я видел такое зерно, что Мика может, я бы сделал из него президента Франции. Ей-богу, если бы мне бы хватило силенок, и были эти регалии. Ну, регалии что такое? Вот есть человек вот в одежде, а есть человек, еще такие погоны у него, вот у него регалии, видимые. И вот его слушаются, потому что на нем такая одежда. А если человек без регалиев говорит правильные вещи, а его не слушается, у тебя простая куртка. Ну, вот, к сожалению, вот такие вот, может быть, поэтому церковники там, или вот еще какие-то там, навешивают на себя там, шойгу, например, ордина там, все, что они манипулируют такими простыми людьми, что им нужны эти регалии. Иначе они не слушаются, иначе они не прислушиваются. И вот каждую субботу, ну, субботу это такой день, когда Мика мог прийти, это, я к этому готовился. Я специально в пятницу два-три часа уделял, чтобы думать, какие вопросы я буду рассказывать ему, что я буду о нем, как рассказывать, разные притчи, что-то самому приходилось придумывать притчи, какие-то аллегории, потому что нету этого в Библии там. Какие-то о питании, как правильно питаться, вот, чтобы не болеть, как, ну, в общем, все нужные, необходимые вещи, на это очень уходило много времени. И до меня ехать час, и от меня ехать час, и Мика приезжал на час, на два, и в итоге мы ничего не успевали, я ему сказал, вот, буду платить 5 евро в час, приезжай, 4 часа будь у меня, 20 евро. Для меня это 80 евро в месяц, это как раз моя-то десятина, даже больше, что я обещал им платить. и эти деньги он бы платил, он же уже бы, их имя сам, уже бы, это небольшие деньги, но на эти деньги он мог бы купить себе кроссовки, на следующий месяц купить брату кроссовки, дать родителям на конверт, там, на что-то еще, оплатить, там, интернет один месяц. То есть это не большие деньги, но это не маленькие деньги. А для меня это максимум, что я могу давать сейчас. До этого я мог давать, я тратил больше, все равно. И вот, для них, они видят это немножко по-другому. Они видят во мне, как муха, вот сидит муха, это лягушка, и видит только пролетающих мух. Раз, раз, она не видит окружающий мир, лягушка, она так устроена. Так же и эти люди, они во мне видят только деньги. Они, то, что я им говорю, это для них что-то сложное, что-то какие-то сложные вещи. Я говорю, зачем им учиться, зачем им читать эти книги, зачем старшенькой изучать фотоискусство, если она знает, где кнопка там на фотоаппарате, купит ей фотоаппарат хороший. Она знает, где кнопка. Я вижу, что все мои замыслы разрушаются, потому что есть некто в семье, который говорит, это не нужно, это не нужно. Давай по легкому пути. Вот, скоро-скоро нам дадут много денег, скоро-скоро у нас будет все. Не надо ничего делать. А старшенькие там, ну, футболисты, думают, они заработают миллионы евро через несколько лет. И все вот несколькими голами выиграют. А если нет? Как говорил Черномырдин, не держи. Ладно, не буду по-черномырдински. Нельзя держать яйца в одной корзине. Это недавно я у кого-то. А Чубаясь недавно этот анекдот. то есть для меня это самая великая в жизни награда и удовольствие передать то, что знаю я. Как сказать? То есть чтобы все, что я накопил, оно имело значение. А оно может иметь только значение, если кто-то это принял и оценил. Только в этом случае. А если это никому не нужно, ну, это как вот приходит осень и помирают эти насекомые, помирают там какие-то животные, которые холода не выдерживают. Это вот просто смерть. Это смерть. Духовная смерть. Если ты никому не нужен, это духовная смерть. Но я верю во Всевышнего и это никакой, там, как поется вот в песне «Ла пандула фэр тик-так-тик-тик-там». «Элл бандюл фэр дибум дансон вояже». Это не Бог, который говорит бум на своем облаке. Это не дядька на облаке. Это нечто трудно постижимое и невидимое глазами, а видимое мысленным взором только. У которых многие просто слепцы мысленные взором. У них нет мысленного взора. Никакого вообще. Только глазами видят, а мысленно они не видят. То, что скрыто, так сказать, то, что не в реальном мире, не в мире глаз, а в мире глаз мысленных. Вот это настоящий кайф. это настоящий... Это все. Все, что другое, это все ниже намного, это все суррогат этого. Вот это действительно удовольствие от жизни, когда ты умираешь, вокруг тебя люди, которые тебя любят. Не то, чтобы там стакан воды, они любят. И ты последние секунды своей жизни еще делаешь великие дела, давая благословение этим людям. вот настоящая жизнь, к чему можно стремиться. И вот, что я потерял, может быть, не потерял еще в этих детях. Чтобы у них было много детей, чтобы я и им помогал, а у их детей было много детей. И тут, почему именно эта семья? Потому что они оказались рядом в тот момент, когда им нужна была помощь, и когда я мог эту помощь оказать, и они стали мои близкими. И мы не можем чехарду устраивать и менять по своему желанию это. Мы не можем себя сами программировать. Мы так устроены. Ладно, да, но я для них, конечно, такой фрукт странный, неожиданный, да. Понятно, мы очень разные. Но я тоже же с пониманием отношусь и вовсе не стараюсь прям на публику кто они, где они. Это не важно. Это касается всех. То, о чем я говорю, касается всех, поэтому я говорю это на камеру. Потому что то, о чем я говорю, касается всех. Это очень интересно, это часть моей жизни. это часть моего опыта. Неважны имена, важны принципы, как это происходит, как это работает. По мере уважения ко мне они будут получать помощь от меня. Не в деньгах, которые выражаются. Гораздо больше помощь в наставлении, в предупреждении, в моральной поддержке. Гораздо больше. Также и про Бога говорится, что насколько ты веришь в Него, настолько ты от Него помощь получаешь. Это все одного, все, так сказать, поля, одного, поля ягоды, говорится, одного рода вещи, одного рода явления. Ладно, сейчас варится каша, поем каши, пойду в супермаркет, пришел бы Мико, я мог бы без рюкзака пойти, потом бы купил бы, мы бы суп мясо, мы бы суп сварили, поел бы горячий суп, он меня, он очень любил, и вовсе не холодно, и ветра нету, и придет просто момент, я знаю это точно, когда я не захочу их никого видеть, потому что они все исчерпали, все, что я пытался сделать, все, все исчерпали. И в Библии тоже написано, вас зовет на пир, да, там, и вы не идете, вы морщитесь, там, а позовут, а, на свадебный пир, позовет прохожих на свадьбу, будут они сидеть, случайные люди будут, а не избранные.